С законом, никаким нормативным актом не предусмотрен порядок и применение данных приборов, которые стоят, в частности, на восточной объездной автодороге. Это главная претензия со стороны нескольких юристов. Мухтар Кусаинов, Жангильды Сулейманов и Станислав Лопатин считают, что треноги отвлекают внимание водителей. К тому же камеры фиксируют не только авто, но и лица. А это, по их мнению, нарушение частной жизни. Так как радары, установленные камеры, незаконно, то, соответственно, и право на собственное изображение, право на охрану частной жизни, также мы можем обжаловать. Сейчас за автолюбителями следят 105 стационарных постов. Они установлены законно по постановлению городского акимата. Аргументов в пользу внедрения системы полицейский приводит немало. Главный из них – сохранение жизни человека. Тем более, ни о каком нарушении прав на частную жизнь речи не идет, говорят в департаменте. Это абсолютно безвредные технические средства, фото-видеофиксаторы, которые ни в коем случае не слепят, не уводят внимания автолюбители. Они абсолютно безвредны. И при этом они большую работу проводят. Проводят по тому, именно проводят работу по выявлению нарушений правил дорожного движения. В данном случае камера нацелена не на его личность, конкретно не на личность того или иного лица, а на сам факт нарушения. А вот и подтверждение аргумента в пользу безопасности. За 10 лет работы системы видеонаблюдения смертность на дорогах снизилась на 18%, травматизм на 20%, количество аварий сократилось на четверть. Очень удивительно, что адвокатам мешают непосредственно наши посты фиксации, хотя при входе в любой супермаркет установлены такие же лазеры, которые открывают двери и все, и ему это не мешает. Однако же мешают посты. Но, если честно, мне даже хорошо, что они мешают, потому что человек, видя этот пост, уже как бы с вниманием относится и к дороге, и к своему скоростному режиму. Поэтому все, что нас предупреждает, делает нас непосредственно внимательнее и сильнее. О пользе камер говорят также урбанисты и разработчики Vision Zero. Они, в свою очередь, приводят статистику зарубежных стран. Основное, конечно, это снижение скорости разными методами. То есть это и какие-то искусственные неровности, и усиление контроля за скоростным режимом. Устанавливается контроль. Усиление контроля, то есть это визуальный контроль камерами, автоматический контроль камерами. Смертность, она уменьшилась, она уменьшилась в разы. В некоторых уменьшилась на порядке. То есть, представляете, что было, например, 100 смертей, а стало 10 смертей. Камеры в рамках Алматы, конечно же, весьма действительны, потому что у нас, к сожалению, еще пока требуется регистрировать нарушения, как сдерживающий фактор этих самих нарушений. Конечно же, город должен и обязан идти к тому, чтобы камеры стали неким придатком, которые, в принципе, и не нужны, потому что человек не может физически разогнаться до условных 80, потому что просто формат того, как спроектирована улица, ему это не позволит. Но пока такого нет, приходится использовать камеры. С момента установления камер фиксации на дорогах города по нарушениям ПДД выписано более 2 миллионов предписаний. Все деньги, полученные от штрафов, перечисляются исключительно в бюджет города.